Друзья, ну а мы продолжаем и далее у нас суперинтересная новость для вас. Дело в том, что в апреле в Краснодаре состоится форум, который называется «Осознанное материнство». И самые главные люди, участники этого мероприятия, сегодня, конечно же, в студии «Хорошего утра». Сейчас всех представим. Итак, Светлана Неделько, председатель Краснодарского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России». Наталья Васильева, руководитель, собственно, форума «Осознанное материнство», который пройдет в Краснодаре. Екатерина Одинцова, врач-остеопат, член Русской остеопатической ассоциации. И Оксана Кострикова, акушер-гинеколог с 20-летним стажем и врач высшей категории. Вот такие замечательные люди, сегодня в «Хорошем утре». Доброе утро! Доброе утро, что вы сегодня у нас. Какая светлая студия стала. Ну, первый вопрос, наверное, к Наталье. Что за форум? Кого ждем? И когда будет проходить? 7 апреля впервые в Краснодаре пройдет форум «Осознанное материнство». Кого мы ждем? Наша целевая аудитория – это беременные мамочки, состоявшиеся мамочки. И, конечно, самое главное – это Светлана. Идет у нас в Краснодаре, в Краснодарском крае, многодетных семей. Поэтому целевая аудитория как раз самое главное будет от Светланы. Ну, правильно мы поняли, что вход на этот форум абсолютно бесплатный? Вход будет совершенно бесплатный, да. Это будет проходить еще раз 7 апреля с 11 и до 18.00. Кто будет выступать? Что можно будет узнать на этом форуме? О чем будете говорить? Отлично. Самое главное, что будут врачи. Это врачи – дерматолог, акушер-гинеколог, остеопат, доул, психолог и педиатр. Также у нас приезжают даже из Москвы. Это будут медицинские компании, очень крупные компании международного класса. Они будут давать как раз-таки очень шикарные подарки. Поэтому с удовольствием все приходите. Мы вам обязательно подарим подарочки. Ну и какая, собственно, цель данного мероприятия? Цель этого мероприятия, во-первых, это обратить внимание женщин на свое здоровье. Мы также за деторождаемость, за благополучие в семье, ну и, конечно же, за многодетность. А вот скажите, как подготовиться к беременности? Может быть, к каким-то врачам сходить? Может быть, перестать что-то делать? Перестать, вот самое главное, перестать заниматься спортом? Очень многие девочки боятся, что нельзя будет. Это, наверное, вопрос больше к гинекологу, человеку профессионалу. Наверное, давайте я буду ответить. Конечно, конечно. Подготовка к беременности или пригравидарная подготовка сегодня вообще является самым основным профилактическим мероприятием для планирования беременности. И то, что вы спросили конкретно, касаемо бросить спорт, это неправильно. Если человек спортивный, то он должен и в течение беременности поддерживать свою спортивную форму. Единственное, что, конечно, тяжелые физические нагрузки должны быть несколько ограничены. Но отменить их ни в коем случае. Сегодня мы только приветствуем, что наши беременные ходят в бассейны, посещают какие-то специальные гимнастические залы, для того, чтобы готовиться к родам, наоборот. Поэтому это только приветствуется. Ну, а что касается подготовки, то она должна касаться не только здоровья мамы будущей, но и обязательно отца. Потому что участников в формировании ребенка и новой жизни всегда двое. Поэтому мы должны уделить внимание всегда здоровью как папы будущего, так и мамы. Это и общеклинические обследования, это и обязательно посещение и обследование смежных специалистов. Что касается именно гинекологической тематики, то это, конечно, состояние гинекологического здоровья, репродуктивного здоровья женщины. А каких еще врачей нужно пройти? И вот, ну, понятно, когда планируешь беременность. Вообще в планирование беременности можно включать всех специалистов, которые, в принципе, у нас есть. Потому что каждый имеет свои какие-то хронические заболевания, и они, безусловно, требуют внимания и иногда подготовки, целенаправленной к наступлению беременности. Это касается, например, гипертонической болезни, к примеру, тяжелое заболевание, которое требует не менее полугодовой подготовки для того, чтобы запланировать беременность у таких пациентов. Ну, а в целом, вот если мы будем брать молодых и здоровых... Да, вот ничего не болит, куда бежать? Ну, в первую очередь, супруг молодой должен отправляться к андрологу для того, чтобы определить, есть ли у него репродуктивный потенциал, да? Да. А девочка, которая планирует беременность, конечно, как у ширург-гинеколога. А вот врач-остеопат. Врач-остеопат. Зачем? Зачем? Правда, непонятно. Вот непонятно. Расскажу вам. Нет, например. Можно как врач-остеопат? Я бы хотела сказать, начать с того, что остеопатия – это медицинская специальность, да? В этом году она введена в медицинскую деятельность, также будет проходить интернатура по остеопатии. И прежде всего, в России существует более 20 лет, да? То есть достаточно молодая наука. На самом деле, еще 10 лет назад детей остеопаты не обследовали, да и мам тоже ходили к хирургу, к терапевту. Остеопатия действительно вот буквально несколько лет существует, правильно? Да, но, наверное, в Москве и в Питере это достаточно раньше, да, как бы пик остеопатии начался. Сейчас в Краснодаре об остеопатии узнают намного больше. И беременной женщине, я скажу, практически всем, да, необходимо посещение остеопата, так как сейчас деторождаемый возраст немножечко выше, да, больше старше 25 беременеют женщин, 30-40. Здесь есть уже отягощенный акушерский анамнез, также хронические заболевания. И остеопатия может помочь беременным, такие как головные боли, нельзя медикаментозную терапию. Остеопат один из немногих специалистов, который справится с этим. Тазовые боли, боли в пояснице. А самое главное подготовить беременную женщину. Это расслабить таз, опять повторюсь, да, связки работы. И вот за границей, я очень надеюсь, что у нас это будет, остеопаты работают в роддомах. Смотрят женщину перед родами, после родов и, конечно же, ребенка сразу после рождения. То есть прямо сразу ребенок родился и нужно обследовать остеопат. То есть правильно я понимаю, остеопат теперь имеет прямое отношение и к беременным женщинам, и к новорожденным. Конечно, да. Ну вот мы знаем, что на форуме у вас будет абсолютно бесплатное сканирование стопы. Зачем это нужно? Что ищем? И что нужно будет лечить после этого? Ну, я бы тоже хотела рассказать, что сканирование стопы. Сейчас, к сожалению, очень часто одно из многих проблем, это у деток вальгусная установка стоп, да, мамы как бы, ну, плоскостопие в простонародье. Мамы постоянно обращают на это внимание. Также при беременности, либо женщина уже страдает плоскостопием, нагрузка происходит большая на позвоночный столб. Что это такое? Компьютерная диагностика сканирует стопу, и мы смотрим, получается, какое есть изменение, какая нагрузка. Если она неправильная, она нужна для того, чтобы создать индивидуальные стельки. Эти стельки поддерживают полностью организм, тем самым распределяется нагрузка и женщине, беременной, также деткам становится немножко легче. Спасибо вам огромное. И, конечно же, хочется задать вопрос маме четверых детей, которая тоже сегодня находится у нас в студии. Светлана, ну вот что самое сложное, когда у тебя дома четыре целых счастья? Самое сложное, это найти время на каждого или, может быть, финансы? Вот больше финансов боятся обычно люди. Вы знаете, я родилась и выросла на Кубани, и была в большей степени воспитана бабушка и дедушка с такими традиционными казачьими устоями. И всегда говорилось, что если Бог дает ребенка, то Он даст и на ребенка. Поэтому мы никогда не думали о том, что будет тяжело или чего-то не будет хватать предыдущему, потому что мы рожаем еще одного. Нет, слава богу, все здоровы и счастливы, а мне как маме, конечно, приходится круглосуточно работать, потому что я должна знать проблемы и радости каждого, и знать, что нужно завтра. Но когда мы живем по графику, не выбиваясь из него, все по распорядку, тогда легче. А если вдруг кто-то заболел или какой-то график из-за каких-то там мероприятий сменился, тогда приходится уже больше тратить энергии. А так все на автомате. Класс. Ну вот вы как считаете, тему материнства нужно изучать уже во взрослом возрасте или в семье девочкам нужно рассказывать об этом? Знаете, вот сейчас идет такая тенденция, да, 18-й год объявлен десятилетиям детства, поэтому все эти наши мероприятия, и в том числе воспитание, и все вот эти темы поднимаются о том, когда нужно рассказывать девочкам о том, чтобы быть мамой, заботиться о здоровье. Я считаю, как мама, что детям нужно рассказывать с самого рождения, причем не просто рассказывать лекции, а собственным примером показывать, что такое мама, что такое папа, и у кого какая роль, и те традиции, семейные устои, которые мы закладываем в своих детей, они будут потом им служить дальше. Спасибо вам огромное, друзья! Мы еще раз напоминаем, что 7 апреля в Краснодаре пройдет форум «Осознанное материнство», не упустите такую замечательную возможность пообщаться со специалистами, с профессионалами своего дела. Да, это и другие интервью вы можете посмотреть на нашем сайте kuban24.tv